Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Предъявляйте им претензии, а также предъявляйте претензии тем, кто эти и любые другие продукты и товары рекламируют по телевидению, между любимыми сериалами, ток-шоу и чем-то еще тысячи реклам. Вот пишите им, предъявляйте претензии. Напишите лозунги, приезжайте в Москву, кто не москвич, станьте у Останкина и протестуйте и так далее. Так вот можете не писать мне. Обращаюсь к таким индивидуумам. Удалю вас сразу и забаню. Алби Веган. Здравствуйте, хочу поблагодарить за ваши работы, особенно те, которых вы подстегиваете диванных экспертов. Потому что благодаря вашему восклицанию моя мама начала смотреть ваше видео и следовать советам. Спасибо вам за рекламу ваших продуктов. Вот разумные люди говорят так. А не каких-нибудь левых. Вы молодцы. Спасибо еще раз за труды. Благодарю. Рад. Пишет один Максим Крикунов. Под моим видео про гепатит, лечение гепатита А, Б, Ц, Д, лечение болезни печени. Пишет он. Посмотрел, где я даю ценнейшую информацию, логическое построение мысли, ход, как говорится, мысли и процессов. Все объяснил. По полочкам разложил. Пишет один. Реклама. И не более того. Ну, что хочется такому сказать? Я ему написал. Дурак. И не более того. Ну, естественно. Лиен пишет. Лекции о питании, лечении без рекламы ваших продуктов будут неполноценны. Это будет уже не фролов. Это из ряда критикуешь. Предлагай. Советуешь методы оздоровления? Дай вариант, чем и как лечиться. О своих продуктах говорите всегда. Ну, вот я и стараюсь. Пишет один. Вячеслав Мизеров. Это все, что он извлек из данного видео. Представляете? Вот вы посмотрите полностью. И вот как можно, ну, вот понять человека, который такое написал? А написал он одно слово. Реклама. Я ему тоже одно слово написал. Дебил. Дальше два очень интересных письма про цены на мои продукты и рекламу. Что я вот рекламу, свои продукты продаю. Ну, приходится мне это раз в раз говорить, но совсем кратко сейчас. Алексей Петров пишет. Насчет рекламы люди проявляют. Ну, кто говорит, что это плохо, что проявляют невежество. Во-первых, никто насильно не навязывает покупать, учитывая, что сам продукт можно хоть самому приготовить те же грибы, лисичка или веселка. Ну, тут, правда, не совсем так. Приготовить их нельзя, тем более, что при 37,8 полисахариды уже разрушаются. Личебные и фитонциды, вот эти грибные действующие вещества в высших безидиальных грибах, это сложная технология. Конечно, можно, если уж совсем заморочиться. Ну, ладно. Это к слову. Тут скорее идет подача как инфопродукт, чем реклама. Во-вторых, я так понимаю, у этих людей, врачи, аптеки, лекарства выдают что? Абсолютно бесплатно? Кстати, резонный вопрос. Почему же такая злоба? У некоторых людей берет, что я продаю, или должен кто-то другой. Я все говорю, объясняю, рассказываю, трачу свои силы, энергии, часть жизни немалую, и я не могу продавать. То есть, другие могут, а я нет. Вот это оригинально. Идем дальше. Евгений Иславух пишет. Неужели люди не понимают, что в мире продают столько химической еды, потому что это дешевое производство, а натуральное производить очень дорого и сложно. И единицы этим занимаются отсюда и цены, ну то есть, более высокие, а как вы хотели, дорогие друзья, конечно. Натуральная, экологическая, чистая еда, ручной труд. Людей почти не осталось в сельском хозяйстве. Чем дальше так будет тенденция развиваться, то будет меньше людей в сельском хозяйстве на земле, выращивающих экологически чистые продукты, тем они будут дороже, и это, разумеется, объективно. Ну а химические, возможно, даже дешевле, потому что конвейерное производство, как мы знаем, от Генри Форда еще больше 100 лет, при идеальном КПД близким к 100%, четко распределенным ролям обязанностям, четко слаженном конвейере, минимальной цене на закупочное сырье, логистика и так далее, можно получить дешевле, дешевле и дешевле. И даже когда рост курса валют, обрушение экономики и прочее, можно не поднимать цены, а иногда даже и снижать. Потому это химия, и это естественно. А натуральные продукты, экологически чистые, не могут дешеветь сложившиеся ситуации, пока в сельском хозяйстве не будет большой приток трудолюбивых людей-сотрудников. А кстати, те компании, многие крупные уже, которые позиционируют себя как деревенские, экологически чистые натуральные продукты, имеющие сети, ни один, ни два сотни, даже тысячи магазинов, таковыми естественно не являются. Это я знаю и теоретически, что само собой просто, ну так сказать, по-другому быть не может. Ну не может круглый год всех товаров, быть экологически чистых, полным-полной хватать на всех желающих. Это абсурд. Во-вторых, сколько раз, думаю, мои даже знакомые, кто в этом бизнесе, в крупном бизнесе, вот эти оптовые базы продуктов, видят, эти многие магазины в закупках, закупающих для своих сетей, на тех же базах, на которых продаются обычные те же продукты, того или иного лучшего или худшего качества, которые потом распространяются по всем сетям и магазинам, от самых дешевых до дорогих. И это все деньги, к сожалению, что тут говорится. Маркс давно еще про это все пояснил, что там добавлять. А вот написал Василий Чижиков. Вот такие Чижиковы мне часто пишут. И сюда рекламу своих грибов впихнул. Впихнул, и что? А вы, горлопанище, что, не жрете ничего? Не лечитесь ничем никогда в жизни, да? Ничего не едите, не пьете ничего, да? А только с видым духом питаетесь. А вы что, в интернет-магазинах и в обычных магазинах ничего не покупаете, нет? А вам вот то, что говорили по телевизору, в интернете или где-то еще соседка сказала, вы никогда никакие эти товары и продукты не покупали? Может, врать себе хватит? И может, хватит быть дебилами и понять, что не все, что рекламируется, плохо, а если рекламируется что-то, то, что нужно, полезно, необходимо, это прекрасно. И что люди об этом узнают, это польза для них и для нас, что я могу на эти средства развивать свои проекты, производство, продукты, технологии, поднимать землю с руин, село, чем я и занимаюсь, создавать питомник, леса высаживать, сельское хозяйство поднимать. Вы об этом не думали, горлопаны? Может, извинитесь передо мной, вот те негодяи, которые, вот, может быть, по дуре просто свои, а не по искаженной психике, вот такое мне писали, про то, что возмущаются я рекламу, и буду я ее впихивать в свою рекламу, честную, правдивую, прямую рекламу, а не завуалированную, как по телевизору, или идиотскую. Не будем приводить примеры сейчас, уж, надеюсь, можете догадаться. Ну, а есть откровенное хамство, я просто приведу в пример, чтобы сказать сразу, кто такое пишет, ну, просто будет бан, конечно же, я не буду обсуждать, и даже вот в такие видео выносить подобные письма. А такие иногда приходят, пишет некий Сергей Янин. Так это торгаши. На что только не идут люди, чтобы деньги поиметь? Это рекламный трюк обычного торгаша. Купите, дышите, а, все понятно, про аппарат самоздрав. Дышите, и все будет зашибись, скажем так, он написал по-другому. Ах, ринеть. Тоже он по-другому написал, но вы поняли. Ага, все стали заказывать только на вашем сайте ваше говно. Кстати, помните, арахис и кишью, это тоже не орехи, а бобы. И там очень много лептина, в этом смысле их не стоит есть. Это, кстати, вот теперь кто мне скажет, что я такой коммерсант, продавец, все понятно, реклама, вот такие дебилы, которые вот это говорят. Вот я продаю, да, у меня магазин надгар.ру, основной, да, где мы продаем разные продукты питания, органические, эко и так далее. Так вот, у меня и арахис есть, и кишью, я сам себе получается сейчас враг или дурак получается. Нет, нет. Да, люди меньше будут этого брать у меня и стали меньше, когда я в лекциях стал говорить. А мне выгодно их продавать? Выгодно. А почему я это говорю? Потому что это правда. А мне плевать, выгодно мне это или не выгодно. Это вторично. Я всегда, не волнуйтесь, найду, что там продавать и так далее. И это вообще не вопрос. Для меня первая главная задача – это просто правда. И, ну, то есть, все остальное не важно. Теперь некий Александр пишет под моим видео «Гипертония, часть первая». Ну, ролик уже более трех миллионов набрал, можете меня поздравить. Данные – это рекордсмен из моих видео. Естественно, там люди, представители разных кругов, интересов, мировоззрений и так далее. Однако, вот такой интересный момент, который показывает аллогизмы мышления человека и его глупости. Ролик хороший, я даже заслушался. Ну, так я очень рад, правильно, он хороший ролик. Но когда пошла реклама про аппарат с точным адресом завода, во-первых, я никакой адрес завода там не говорил, но это уже ладно, воображение человека, все стало понятно. Че тебе стало понятно? Ну, дебил-то, если тебе все стало понятно. Красивая заувалированная реклама товара. Какие же люди дебилы. Мне в плане материальном продажи вот этого самоздрава за 2000 рублей, да, вот сколько его продается относительно всех моих других товаров, продуктов, это не то, что капля в море. Это от фуда растереть вообще ничто. Но ему все понятно. Он знает лучше меня. Не надо судить о других людях по себе. Если вы подлец и рекламу воспринимаете, и для вас реклама это вранье, то не значит, что все остальные люди такие, как вы. Ну, я ему отвечаю соответственно. Что дебилу стало понятно? Где противоречие? Идиотская реакция? Это непонятно. Это больные ассоциации. Сколько же дебилов существует? То есть, продажа и сразу, что все понятно, то есть, если что-то продается, значит, это обязательно плохо, значит, это выманивание денег, значит, это бесполезно, наживы и так далее. Об этом говорить могут только дебилы. Потому что тогда я вам скажу так, ну что ж, продажа рекламы, ну, во-первых, всю рекламу на телевидении не смотрите. Во-первых, пишите Эрнсту на первый канал, пишите всем остальным, что же вы подонки творите. Вы ублюдки, вы продаете, вы рекламируете что-то, все это ложь, подавайте в суд, на всех производителей всей продукции, потому что реклама на каждом шагу. Вы, наверное, ходите в супермаркет и покупаете там что-то. Тогда предъявите им претензии в торговой сети. То есть, вот откуда такие есть подонки и дебилы, а? Ну, тут же нет логики, здравого смысла. Или тогда делайте то, что я говорю, будьте последовательными. И везде все, что где бы то, что бы не продавалось, везде предъявляете им претензии. Какие же дебилы есть, я просто поражаюсь. Опять про рекламу. Некий торий какой-то непонятно что, ни имени, ни фамилии. Ну да. Реклама своей продукции. Когда человек получает выгоду из своих слов, его мысли склонны закрывать глаза на мелкие, но очень важные вещи. И как бы все сходится. Но выход почему-то всегда идет к прибыли. Ну, часть мысли этого человека понятны. Первая часть его повествования. Вторая логичность. То есть, мысли вот такая, что если человек что-то продает, он должен получать выгоду из своих слов. Его мысли склонны, он закрывает глаза на правду и так далее. Ну, я ему отвечаю адекватно. У подонков склонны, согласен. А у порядочных людей нет. Оскорбили вы меня, больше не заходите на мой канал, прочтите. И все, я вас забаню. Я мог бы этого не писать, но я порядочный человек. И, к сожалению, да, наверное, я даю возможности людям прочесть. А то некоторые вот боятся, банят. Нет. Просто надоели, задолбали. Ну, я некоторым, видите, как просто говорю. Вы прочтете? Честно, откровенно вам говорю. Прямо в глаза, что называется. Я вас забаню. Предупреждаю честно и прямо, хотя надо было сразу. Мне плевать на выгоду, но и упускать заработок на правде. Я не намерен, коли я имею такую возможность. Хотя бы изучил, кто я, чем занимаюсь, чтобы писать такое. И не надо по себе судить о других людях. Трезвый взгляд, Ник. Реклама на центральных каналах телевидения. Это фастфуд, таблетки. Таблетки друг за дружкой. Фастфуд с таблетками вперемешку. Значит, реклама отравы синтетических наркотиков. Это норма для телевизора. Вот где безумие. А это к тому, что на меня еще наезжают некоторые. Реклама. Возмущены они. Не нашли они больше никого более достойного для возмещения своих вот этих негодований от рекламы. Реклама-то разная бывает, наверное. Может быть, вам жизнь предложат. Вот продление жизни. Кто-то, гипотетически, Бог вам предложил продление жизни. Вы тоже будете беситься? Или априори для вас, для тех, кто бесится от рекламы. Вся реклама – это вред. Или все вам понятно стало? Что вам понятно? До этого типа было все хорошо, слушал, а потом реклама – все понятно. А у Фролова есть бесплатные ролики. Да, они все почти бесплатные. Которые будут уроками для большинства. А продажи товаров в интернет-магазине, пусть и не дешевых, это нормально. Народ сам решит, покупать или нет. Все верно. Все верно. Я даже рассказываю. Вот видео «Сыроедение в Сибири», да? Например, я рассказываю, что можно самим выращивать, чтобы это есть и тогда, если не хотите покупать. Или хотя бы большую часть. Или моя лекция, скажем, «Как хранить продукты». Вот посмотрите, очень интересно. Я говорю там для разных слоев населения. И кто имеет материальные возможности, там, хорошие морозильники, холодильники. А кто-то на даче погребки, подвальчики. Я тоже поясняю некоторые очень ценные моменты там. Ну, каждый разумный человек для себя найдет в моих лекциях важные нюансы. Для кого я это стараюсь? Для чего, так сказать, вот это вот? Ну, я, вот самая главная моя задача, их много, да? Почему я делаю видео? Это много разных. Но главное, то, что меня очень действительно огорчает и злит, и огорчает, тут все вместе. Негодование. Это то, что тупеют люди. То, что идет страшная деградация. И вот я хочу этому противостоять. И поэтому мои лекции, они направлены на укрепление здравомыслия. Они направлены на возобладание здравого смысла, на то, чтобы люди мыслили логически, критически. Чтобы они думали, а не только все готовое хабали. На что и рассчитывают кукловоды, те подонки, которые руководят всеми глобальными процессами в мире. Чтобы из человека сделать не человека мыслящего, да? Думающего, созидателя, творца. Чтобы сделать человека потребителя. Быдло, дебила. Если вы хотите развиваться, стать человеком-творцом, ну, мои лекции вам помогут. А если вы хотите быть дебилом, быдлом, ничего не думать, брюхо набило, вот так вот, как это. Ну, тогда, значит, вам, конечно, мои лекции не нужны, они будут вас только злить. И ведь это прям беда. Множество людей уже настолько разочарованы рекламной продукцией, чего попало, что уже и не верят в то, что бывает реально хорошая продукция. Но бывают реально хорошие люди, вот что самое главное. И вы уж если не понимаете, ну, не позволяет ваш ум рассудок, так в людях хоть умейте разбираться. А еще всякие пипетки, ну, понятно, вот эти поющие трусы, типа из этой области, я так понимаю, человек имеет в виду, со своими идиотскими роликами приучили людей, что все, что крутится на ютубе, сплошной фейк или пустая замануха ради рейтингов. Ну, я добавлю, либо денег там, либо так далее. Ну, конечно, это есть. Очень много этой гадости. Но это не значит, что думать-то надо головой конкретно, вот о чем идет речь, думать, сопоставлять, анализировать. Ну, вот так надо делать. А адекватно оценить материал не у всех получается. Ну, потому что люди идиотами стали. Ведь для этого надо внимательно все посмотреть, сопоставить, осмыслить совершенно правильно. А чем человек отличается разумное от неразумного? Ну, если мы разумные люди, надо, как вы хотели. А это лень. О, да, вторую проблему человек поднял очень серьезную. Тут нужно мозгами потрудиться. Это же не сериал смотреть. Пять баллов. Вот выходит, что дебилизм – основная проблема нашего времени. Ну, вот этот пишет, ой, господи, аурат какой-то там. Как только начал смотреть, сразу понял, что будет проталкивать средство решения. Классическая схема. Ну, вот вы к врачу когда-нибудь пойдете. И он будет проталкивать вам средство решения данной проблемы. Вы будете злиться. А телевизор вы бьете, когда оттуда реклама, как решать средства те или иные, хотя уж действительно стоит разбить, наверное. Я просто поражаюсь. А когда вы ходите в магазин что-то себе купить из текстиля, из жрачки, вы злитесь от того, что там пропихивают, ставя на полки, маркируя красивые картинки определенным образом, звуки, запахи, музыка. Вы злитесь от этого? Так найдите себе для вашей злости более достойных, чем я. И не мне говорите про мои товары, которые жизнь спасают людям и продлевают здоровье и активную жизнь, а найдите более достойных себе на этом. Какие же есть люди и идиоты, господи. Дима Ковбасюк пишет, ну меня поражают люди, которые сильно нервничают при рекламе. Лично я не понимаю вообще, как мультимедийный контент может существовать без рекламы. Ну, к сожалению, в наши дни не может существовать. Но как бы там ни было, у вас даже реклама этичная. Совершенно верно, дебила, я это не понимаю. Только этичных и полезных продуктов. Я понять так и не могу, почему людей раздражают такое. Не нравится, не покупай, не смотри. А для людей, которые интересуются, очень полезно узнать, где их купить и что это есть. Продажи. А потому что разница в том, что это пишет человек разумный, здравомыслящий. Не потому что он меня поддерживает, а потому что он просто совершенно объективно, аргументированно, справедливо выражает свои мысли, которые их доводят до логического завершения. То есть причина следственной связи. Он совершенно правильно и здраво рассуждает. Ну вот телевизор или большая часть блогеров зарабатывают на рекламе совсем неполезного и вредного. Но все равно не знают тех, кто выкинул телек. Или всем с рекламой казино написал в комментариях и удалился. Вам спасибо и знаю, что есть карма, в которую вы добавили свою огромную кучу плюсов. И помогаете другим людям перестать портить свою. Благодарю вас, Дмитрий. Совершенно все объективно и правильно. Очень рад, что есть обратная связь и поддержка такая. Ну и вот скажу, что да, во-первых, действительно, вот эти негодяи, они золяются, бесятся, претензии предъявляют. Но смотрят. Также они, конечно, смотрят телевизор. Также они, я уверен, не предъявляют за рекламу претензии всему тому, что они покупают. А ведь они покупают одежду, продукты какие-то. Ну не сами все это они шьют и выращивают, правда? Может быть бытовую технику, еще что-то для развлечений. Ну так вот предъявляете вы, умники, вот им всем, кто что-то производит, а вы у них это покупаете, свои претензии. Если вы где-то купили что-то, узнав об этих продуктах, товарах, где-то из какой-то рекламы, газетной, напечатанной, теле, медиа, то предъявляйте им претензии и пишите, какие вы подонки, это все реклама, значит это все чушь. Какие же вы дебилы, вот есть же конченые ублюдки, вот просто я не знаю. А еще они говорят, как вы людей, взываете некоторые. Про каких людей речь идет? Это люди? Это уже не люди. Это не люди, потому что человек это существо все-таки разумное, но это-то не разумное. И что, вот таким словом не скажи? Мол, какой я грубый, ах, какие вы неженки. Ну прям сейчас не скажу, я им скажу и не так скажу, буду говорить всегда. Юрий Андреевич, добрый вечер. Встречаюсь периодически с теми, с кем я тренировал студенческие годы подводным плаванием. Прошло уже 30 лет. Ну то есть людям где-то там лет 50. Из стройных товарищей все превратились мои спортсмены в тяжеловесов. Не знаю, сколько они таскают лишнего веса, ну жира я хочу сказать, да? Кто 40, кто 50 килограмм, может и больше. Одна девочка, 52 года, сдала мне вопрос, что кальций не усваивается и что колени не гнутся. Порекомендовала в чате, ватсапе, ваше видео про молоко и про суставы. Так такой сырбор начался у этих мясоедов и всеедов. Так отстаивать начали молочку. И про мясо вспомнили, что оно так же крайне необходимо. И каждый день, причем про суставы вообще сказали, что вы кроме того, что говорите, как лечить, свои продукты продвигаете. Ну мол, это типа аргумент, что это значит все глупость, что я говорю. Люди настолько порой некоторые глупы, что даже вот эти вот, скажем, аллогизмы говорят, якобы это логически, что ли, доказывает, что я не прав. Вот это их протест, что я что-то продаю. А что я продаю? А вы что-то покупаете? Вот вы толстяки, которые нажрали такое количество жира. Вы ведь мясо покупаете? Ну давайте претензию мясной промышленности или магазинам. Пятерочка, где вы это покупаете, что мол, вот они рекламируют и продают мясо. Кижевые идиоты, господи. Ну и делается вывод, совершенно адекватный. Вывод. Я с вами соглашусь полностью, как они тупы. Если раньше я принимала ваши слова, идиоты, несколько напряженно, теперь ходила и десятки раз обзывала их идиотами сама. И, наверное, тяжелые вибрации от мясной пищи делают недоступны эти знания, которые имеют люди, такие как вы, с легкими и высокими вибрациями. И что действительно надо не обращать на них внимания, на их крайний тупизм. Но я им все равно, конечно, даю ссылки на ваши видео. Вдруг кого-то прижмет и начнет голова работать. Удивляет, даже поражает это. Как же они далеко от вашего восприятия мира. И, скорее всего, ничего не поймут из сказанного вами. Так что вы мало еще называете их идиотами. Теперь я думаю именно так. Вот вам, пожалуйста, пример. Ну что ж, это разумно. Это разумно. И иногда людей идиотами надо, непременно надо называть так их. Для их же, собственно, блага. Потому что кто-то из них именно так, когда ему палкой по башке ударят, начнет что-то соображать. Не все, но хотя бы кто-то. И вот ради их спасения стоит таких людей называть идиотами. Кто действительно являет идиотические признаки своего поведения, мышления и аргументации в беседе. Да? Потому что идиоты это именно те, кто может воспринимать человеческую речь. Может. Но не может делать выводы, что означают эти речи и эти слова. Адекватного вывода не могут делать. Вот они идиоты, и есть клинические. А сейчас таких очень много. Мне очень нравится, что в последнее время вы поднимаете не только темы здоровья и земледелия, но и политические, нравственные темы, вопросы здравомыслия. Интересно ваше мнение аналитика абсолютно на все жизненные темы. Какой ролик вы бы не записали? Все с удовольствием смотрю. И доверять как вам не могу пока никому. Все через призму вашей аналитики пропускаю. И не поверят дебилы и хайтеры. Пусть. Но сама ищу вашу рекламу. А потому как я смогу еще подобрать себе необходимый продукт? Это не просто реклама, а инструкция к применению. Что, как, зачем, для чего, с чего начать. Кстати, количество хейтеров и полуумных одно из подтверждений того, что вы говорите правду, которая для многих вообще страшнее горькой пилюли. Да и дебилы одна из сторон публичности. Ну да. К тому же, знаете, вот эти Wi-Fi 5G сделали свое дело. Что люди, из думающих, мыслящих людей превратились не только в дефицит питательных веществ, но это страшное оружие делает свое дело. Алкоголь, прививки, бездумные, ненужные абсолютно, которые были в 90-е, 2000-е. И, естественно, прочие средства массовой информации, дебилизация через вот эту реформу образования и прочее. Она делает свои дела, телешоу, рекламы, всякие фестивали и прочее. Они же сейчас все-все в жизни направлены на отупление человека. Естественно, аналитика людей страдает, ее практически уже нет. Все хотят слышать то, в чем они найдут подтверждение своим привычкам. Ну, вот и все. Что ни делай, вряд ли от них избавишься. А не обращать внимания порой невозможно. Именно. Говорят, не обращайте внимания. Какие вы умные, не обращай внимания. Хорошо, что вы поставили фильтр. Очень нравятся ваши ответы им. Ну, дебилом имеется в виду. Они полны точности, характеристик, юмора. Здравия вам и вашей семье. Благодарю. Очень приятно слышать. Не похвалу, а здравомыслящие комментарии, где есть логические размышления. То есть, те мысли человека, которые основаны не на желаниях своих, верованиях и так далее. А просто на, ну вот скажем, аналитике беспристрастном, рациональном. Вот и все. Спасибо.